Повысить минимальную зарплату до 42 тысяч тенге – единая задача для руководителей всех предприятий и организаций. За выполнение поручения президента актюбинские бизнесмены должны взяться уже сейчас, чтобы в начале следующего года работа в данном направлении была поставлена на правильные рельсы. У нас осталось мало времени на организационную работу, на то, чтобы создать комфортные условия для каждого актюбинца. Ни один из работающих граждан не останется в стороне. Хочу отметить, что поручения президента касаются всех предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса. Повышать зарплату своим рабочим будут самые мелкие ИПЭшки. Минимальная заработная плата в 2019 году должна вырасти на 1,5%. По информации руководителя управления экономики и бюджетного планирования Гулькасимы Суентаевой, проект закона в настоящее время рассматривается в парламенте. В итоге хорошие новости ожидают и актюбинских госслужащих. В целях повышения заработной платы 32 тысяч низкооплачиваемых сотрудников государственного учреждения области из республиканского бюджета будут выделены трансферты в 4,4 миллиарда тенге. Заработная плата сотрудникам бюджетной сферы увеличится в соответствии с разрядами и категориями в среднем 32 тысячи процентов. Основное внимание будет уделено самым низкооплачиваемым работникам. Сегодня в области насчитывается 278 компаний, в которых более тысячи сотрудников зарабатывают ежемесячно меньше 42 тысяч тенге. Львиная их доля задействована в таких сферах, как промышленность, строительство, образование, здравоохранение и сельское хозяйство. Вы считаете, пожалуйста, правильно. Во-первых, выясняем количество тех рабочих, которые получают минимальную зарплату, то есть меньше 28 тысяч, и повышаем им до 42 тысяч. Затем считаем тех, кто зарабатывает, к примеру, 50 тысяч ежемесячно. Они тоже должны с нового года получать свои 10-15 процентов. Крупные компании области обязуются обеспечить своим подопечным благоприятные условия для жизни, повысить в разы оплату за труд. Что касается предприятий нефтегазовой отрасли, на 7 процентов планируется увеличить заработную плату 4 тысячам рабочим 22 предприятий. Мы сейчас работаем над тем, чтобы разъяснить на местах все нюансы данного новшества, донести до представителей бизнеса, что повышение хоть на 5, хоть на 10 процентов коснется всех слоев рабочих. В целом предприниматели согласны изыскать внутренние резервы и должным образом благодарить сотрудников за труд. Руководители управления и районных акиматов пообещали, что соответствующая работа будет выполнена в срок. Каждому из собравшихся были даны конкретные поручения. Это не моя прихоть, это прямое поручение главы государства Нурсултана Назарбаева. Это возможность для тысяч актюбинцев улучшить свое материальное положение. Поэтому давайте вместе грамотно отработаем вопрос. Нужна достоверная информация о численности работающего населения, остальное за малым. Все в наших руках. Айсулу Махмутова, Самат Каликенов, телеканал Ахтубе.